Оооо, ничего себе, из него просто как из фонтана летит, вы посмотрите, жёстко! Всем привет, с вами Минеральный, и вот я недавно задумался. В мире Майнкрафта есть спавнеры мобов, но почему нет спавнера руды? И я понял, что это как-то нужно исправить и попробовать создать такие спавнеры. А конкретно меня бы интересовали спавнеры железа, алмазов, ну и ещё, может быть, золота, но это не точно. И в этом ролике мы попробуем их создать. Ну и в конце вы узнаете, получится у меня или нет. Я делаю ставки на то, что нет, хотя увидим. И перед тем, как начать, советую вам подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Ну а мы пойдём убивать овечек. Да, почему бы нет, они у нас как раз здесь валяются прямо под ногами. Ну как, овечки, конечно, не валяются, они пытаются ходить, но у них ничего не получается. И отомстить они мне тоже не могут. Поэтому, почему бы нет, можем себе позволить такое свинство. Или овечество, как это назвать, даже не знаю. Но самое ещё стрёмное, эти овечки все разных цветов. Типа, чё, они вообще не продумали то, что мне, возможно, нужна будет кровать. И они должны быть одного цвета. Нет, надо же было заспавниться разными овечками. Ладно, хоть свинюхи одного цвета, уже хорошо. И вообще, на самом деле, не знаю, чё я фигнёй занимаюсь, потому что там есть деревня. Давайте прямо туда направимся и сразу залутаем всё, что там есть. А может быть и нет, не знаю, сейчас посмотрим. Блин, этот житель по водопадам угорает, вы посмотрите, он дом прям почти в водопаде построил. Ну не знаю, не знаю, по-моему это как-то непрактично. Хотя там вроде никто не живёт, никого не видно. Ага, у нас 5 изумрудов, прикольненько. Так, житель, ты чё тут продаёшь? Кожаную куртку за 7 вообще, нифига себе. Ну здорово, конечно, мне не подходит такой вариант. Ведро нам, конечно, пригодится. И ещё пригодится это сено. У него грядка сразу дома. Ты чё, ты чё, ты чё, как это, ты живёшь-то здесь? Норм тебе, норм? У него под кроватью просто водопад. Смелое решение. Дизайнер из него, видимо, не очень. Или очень, наоборот. Ведь это достаточно смелое решение. В этой деревне я добыл дофигища. Просто сено, просто вообще очень много. Конечно, если бы можно было создать спавнер сена, мы бы давно уже создали. Но его нельзя создать. Короче говоря, вердикт такой, что в этой деревне вообще ничего не было. Поэтому просто добываем дерево, опять начинаем всё сначала, можно сказать. Я просто зря терял время, оказывается. Делаем верстак, деревянную кирку и ищем камень. Камень нашли, добываем камень. Сразу на печь, на каменную кирку и на меч. Ставим верстак и всё крафтим. Забираем верстак и отправляемся за железом. Ага, эта шахта была короткая. И здесь ничего не было. Ладно, ищем другую шахту. По соседству шахта с углём, добудем уголь и сразу сделаем себе факел. И пойдём дальше. Ага, вот там скелет. Исти туда чё-то не хочется. Поэтому мы перепрыгиваем этого скелета. Туда вниз не пойдём, а будем просто искать где-нибудь здесь железо. Но если чё, его потом убьём. Если перед нами станет выбор. Вдруг он просто не станет. Не знаю. Так, крипер. Не круто, конечно. А кедова. Немножко задамажил, но не проблема на самом деле. Ещё один крипер. Взреевайся. Взреевайся. Спасибо. Убил зомби. За меня. Так, здесь вокруг никого нету. И добываем железо, которое мы нашли. Железо, по моим подсчётам, нам нужно штук где-то 13, чтобы скрафтить нам спавнер железа. Да-да, не удивляйтесь, я знаю, как он крафтится. Это вы не знаете, а я знаю. Я всё знаю. Нашёл ещё немножко жглезка. Так, ё-моё. Ё-моё. Эй, тихо, хватит меня стрелять. Да ё-моё. Хорош. Надо их всех убить, наверное. Чё они меня все стреляют? Мне это не нравится. Давайте, подходите по одному. Походите, давайте, давайте. Оп. Эй, ты чё там делаешь? Ну-ка, давай, иди сюда. Сейчас, сейчас, я тебя убью. Ё-моё, у меня всего половина жизни. Не подходи ко мне. Не подходи, я сказал. Не подходи. Ё-моё, да неееет. Нет, 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 нет. Они везде. Они везде. У меня полсердечка, полсердечка. Они стреля... Я же говорил, не стреляй. Ты меня не слышишь, что ли? Ну да, у скелета нет ушей вроде как. Окей, все мои вещи оказались на месте, так что всё нормально. Поэтому идём и добываем там остатки железа. А конкретно, как я и говорил, 13 штук. Ну, лучше, конечно, с запасом. Вдруг я чё-то неправильно считаю. И вдруг у меня по математике была двойка. Например, тройка. Ну, это так, ради примера. Вдруг не было математики у меня в школе. Так, окей, всё, железо я добыл. Поэтому, не знаю, давайте будем сматываться с этой шахты. Потому что чё-то она мне как-то не нравится. Здесь слишком много мобов, они чё-то опасные. Поэтому пойду, посплю вон в той деревне. И будем крафтить наш спавнер. Так, доброе утро. И давайте будем крафтить то, что мы задумали. Можем скрафтить хлебушка. Три с половиной стака, думаю, сойдёт. Девять железа готово. Берём его и делаем железный блок. И ещё пять железных слитков сойдёт. Ставим посередине железный блок. И ещё четыре слиточка. И получаем железный спавнер. Да-да, именно про него я и говорил. Давайте его поставим. И посмотрим, что он из себя представляет. Наверное, он представляет из себя спавнер. Ну, так, спойлер. Ставим его. И это просто куб, который... Чё? Он просто генерирует железо? И всё? Нифига себе, как быстро вы посмотрите, как быстро он просто... Выкидывает железо. У него всё больше и больше. Этот куб просто обрастает слитками железа. Ё-моё, а чё так быстро-то? И как он долго будет генерировать его? До бесконечности? О, вроде перестал. А, нет, опять началось. Ну, знаете, ребята, это вообще супер круто. То есть я ничего не делаю, уже получил 26 слитков. Это очень-очень быстро. И, кстати, вы не знаете, наверное, но... Из спавнера, железного спавнера, можно сделать другие спавнеры других уровней. То есть вот этот спавнер у нас только первого уровня. Но мы можем сделать его второго и третьего ещё. У нас уже почти целый стак железа. Так что давайте сделаем ещё один спавнер. Вот так. У нас уже один готов. Точнее, ещё один. И чтобы нам скрафтить спавнер второго уровня, нам нужно 4 блока железа. Крафтим 4 блока и также расставляем их по углам. А в центр кладём спавнер первого уровня. И у нас получается спавнер второго уровня. Давайте его поставим и посмотрим, в чём разница между этими двумя спавнерами. Оп, ставим. И визуально, на самом деле, они ничем не отличаются. Но, по-моему, из второго вылетают слитки гораздо быстрее. Как вам кажется? Вот посмотрите на них на двух братьев кубов. И какой из спавнеров вам нравится больше? Всё-таки из второго, наверное, вылетает быстрее. Поэтому мне нравится больше второй. Давайте скрафтим ещё спавнер третьего уровня. Там, видимо, будет ещё быстрее. Схема у нас такая же. Сначала делаем спавнер первого уровня. Готово. Делаем 4 блока железных. И делаем спавнер второго уровня. А для того, чтобы сделать спавнер третьего уровня, нам нужно, как вы догадались, 8 железных блоков. У нас пока хватает только на 7. Заберём наш лут, который здесь выкидывают все эти спавнеры. И делаем ещё 2 блока. Вернее, нужно было 1. Ну да ладно. Кладём наш спавнер по центру и обкладываем его блоками. И получается спавнер третьего уровня. И давайте поставим его рядом с его братьями. Ооо, ничего себе. Из него просто как из фонтана летит. Вы посмотрите, жёстко. У меня столько железа. Жители, жители, купайтесь в нём. Кто-то они все собрались, чтобы посмотреть, что здесь творится за беспредел. Согласен, это полнейший беспредел. Выглядит на самом деле очень-очень круто. Но я думаю, на этом мы не остановимся. Мы сейчас скрафтим мне весь железный сет и отправимся за алмазами, чтобы сделать такой же крутой спавнер. Спавнер, вы в меня не верите? А зре не верите. А у меня всё получится. Чё, у меня жители любят друг друга. Ничего себе, это всё из-за железа, что ли? Да-да, круто, конечно. Вы можете разбогатеть на этом. Ё-моё, чё происходит, чё происходит? Чё у вас произошло? Где маленький житель? Нет, нету. А чё так? Любовь прослаживали помидоры? Так быстро? Мне не понять этого. Ладно, пойдёмте за алмазами. И всё-таки я нашёл эти алмазы. Интересно, конечно, сколько их. Нам-то нужно, на самом деле, всего лишь пять штук. А там их два, я вижу. Но сколько их будет ещё там? Очень интересно. Так, нам нужно теперь как-то осторожненько спуститься, хотел я сказать. Но осторожненько мы не умеем, я так понимаю. И как-то надо простроиться. Надеюсь, осторожненько получится. Не знаю, может, осторожненько мы всё-таки простраиваться-то умеем. На самом деле, чё-то здесь, по-моему, очень глубоко. Потому что даже блоки не ставятся. Неприятно, конечно. Но мы как-нибудь разберёмся. Так, они находятся где-то в этой стороне. Вроде я копаюсь правильно. Здесь, кстати, ещё железо есть. Прикольненько. И здесь оно кончается. Так, так, так. Мы всё ближе. И вот наши алмазы. Давайте будем под ними ставить блоки. Даже не знаю, как это правильно сделать. Сделаю вот так вот. Типа как платформу, короче. И вроде как под ними ничего не должно быть. Ага, отлично. Здесь гораздо больше должно быть всё-таки алмазов. Да, четыре штуки есть. Но нам-то нужно пять. Надеюсь, за этими алмазами есть ещё алмазы. Ну, прям очень надеюсь. И давайте добываем эти алмазы. А, уже пятый. Вижу, вижу. Прикольно. И ещё шестой. Замечательно просто. Они превзошли все мои ожидания. Шесть штук алмазов. Нам реально хватит на всё теперь. Ну, точнее, на спаунер точно хватит. А нам нужен только спаунер. Ну и давайте будем возвращаться наверх. Я вернулся в свою деревню. Да, за это время она стала уже моей. И ё-моё, нифига, здесь сколько железа. Давайте соберём. А мы не сможем всё собрать. Смотрите, здесь столько стаков уже лежит. Столько железа за всё время, пока я был в шахте. У меня весь инвентарь заполнен. И здесь ещё куча просто железа. Сейчас, наверное, то же самое будет с алмазами. Главное, чтобы Майнкрафт не начал лагать. Вот так мы раскладываем наши алмазы, пять штук. И получаем спаунер первого уровня. Но нам, в принципе, и нужен первого уровня, потому что второго мы просто не сможем скрафтить. Давайте ставим его и ждём, просто ждём, пока будут появляться вот такие вот прикольные алмазы. Прошло пару секунд, а у меня в инвентаре уже 11 алмазов. Всё работает как часы. Давайте скрафтим второй спаунер. Почему бы нет? И сделаем этот спаунер второго уровня. А крафтится он так же, как и железный. Скрафтили четыре блока и так же по углам расставили алмазные блоки. И у нас уже спаунер второго уровня. Давайте его так же поставим, как железный, рядом с первым уровнем. И будем смотреть, как быстро будут появляться алмазы из этого. Они появляются с нехилой скоростью. У меня уже целый стак алмазов. У нас уже готово семь блоков. Делаем опять спаунер первого уровня. Из него делаем спаунер второго уровня. И из него сделаем спаунер третьего уровня. Фу, это будет бомба, мне кажется. Ну-ка давай покажи спаунер третьего уровня. На что ты способен? Пинч, 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 пинч. Ё-моё, алмазы летят просто как фонтан. Они действительно похожи, потому что они такие же, как синенькая водичка. И так же быстро вылетают. И вот такие дела, ребята. Я обзавелся шестью вот такими вот фонтанчиками. Смотрите, кстати, жители как рады. Их так много, они просто купаются в этих фонтанчиках. Всё было не зря. Ну а на этом наш ролик будет подходить к концу. Советую вам подписаться на канал, поставить лайк и нажать, конечно же, на колокольчик. Если вы хотите такие же фонтаны. А у меня начинает лагать Майнкрафт. Это, конечно, плохо, поэтому мне быстрее нужно заканчивать этот ролик. С вами был, как обычно, Минеральный. Всем пока. Да, это, конечно, жёстко. Не знаю, какой бы дом из этих всех купить? Какой вам больше нравится? Я знаю, кстати, вот это самый прикольный дом. Наверное, я его и куплю. Здесь как раз сразу морковка растёт возле кровати. Поэтому это скоро будет мой дом, а не твой. И вообще так-то у меня железный меч есть. Так что ты давай, уходи отсюда. Пошёл вон, пошёл, пошёл вон. Хватит спать. Ё-моё, на моей кровати. Я говорю, выходи. Это теперь мой дом. Он меня не слушается. Всем пока.